Цветы, подарки и праздничная атмосфера. В Международном гуманитарном университете празднование 8 марта уже стало доброй традицией для всего коллектива. Прекрасную половину поздравили праздничным концертом, который полностью взял на себя факультет искусства и дизайна с его талантливыми студентами. Более того, президент вуза Сергей Кивалов лично позаботился о том, чтобы каждая женщина в этот день получила приятный подарок. Более подробное о торжестве в сюжете моих коллег. В преддверии 8 марта мужская часть коллектива Международного гуманитарного университета старательно готовилась, чтобы удивить своих коллег. В этот день прекрасной половине коллектива были посвящены все песни и танцы. Из года в год накануне праздника здесь всегда царит удивительная атмосфера. Я хочу пожелать нашим женщинам успеха и благополучия. Я очень хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье царила любовь, благополучие и достатнь. Пусть у нас в жизни все будет хорошо. С праздником вас, дорогие женщины! С днем 8 марта! С праздником и сны! Праздничный концерт был организован силами факультета искусства и дизайна. Программу взяли на себя талантливые студенты молодого подразделения Международного гуманитарного университета. Вокалисты, хореографические коллективы, юные мастера пантомимы – все это готовилось под чутким руководством декана факультета Нины Кровец и народного артиста Украины, преподавателя Международного гуманитарного университета Георгия Делиева. Ну и какой же праздничный концерт без самого маэстро? Легендарный комик со своей супругой Екатериной Делиевой не ушли с торжества без авторского номера. Международный комик со своей супругой Екатериной Делиево Сегодня по-особому отмечается праздник 8 марта в Международном гуманитарном университете. Сегодня дебютировал факультет искусства и дизайна. И вы знаете, они сделали потрясающую программу выступления Георгия Викторовича Тилиева, его супруги, будущие актеры, джазовые солисты. Вот они показали, на что они способны. Я горжусь. Это потрясающий концерт, потрясающие талантливые девочки, мальчики. Особенно сегодня отличились девушки этого факультета. Они не только красивые, обаятельные, но еще очень талантливые. Конечно, между мужчиной и женщиной огромная разница и внешне, и внутренне. Тем более, Господь так создал и природа, весь мир показывает. Вот женщина, вот мужчина. Женщина продолжатель рода. Если это понятие убрать, человечество исчезнет просто. Но если мы хотим, чтобы не было человечества, чтобы были кошечки, собачки, то тогда давайте каким-то европейским ценностям двигаться. А если мы хотим оставаться нормальными людьми, то, конечно, женщина, как продолжатель рода, она будущая мать. И мы это должны всегда знать. Это на подсознательном уровне. Вот у ребенка это есть. Ну как, это убрать очень тяжело. Это истребить невозможно. Как бы это ни пытались, никогда это не истребят. Вот. Поэтому хорошо, что есть праздник 8 марта. Есть православный прекрасный праздник женщины-мироносицы. Вот. И вообще всегда можно найти любой повод, чтобы как-то возвысить женщину. Когда вот такой, как есть, возможность капустника, да, то, конечно, хочется похулиганить, пошалить. Вот. А Катечка меня поддерживает. Ты его муза посетила, он за вечер написал, да? Да. Я написал слова эти. Мы спели. В общем-то, придумали такой конфликт. Всегда в основе комедии лежит конфликт, конечно. Вот. Я так подумал, что будет уместно сегодня про женщин вот так пошутить. Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, женщины сегодня добиваются успехов в различных сферах жизни общества. Они успешны в медицине, культуре, образовании, юриспруденции, бизнесе. Нет такой отрасли, которая была бы не под силу женщине. В Международном гуманитарном университете, где готовят специалистов по многим направлениям, среди сотрудников 70 мужчин и около 200 женщин. Многие факультеты и подразделения вуза возглавляют именно представительницы прекрасного пола. Благодаря нашему президенту, академику Сергею Васильевичу Кивалову, для нас отстояли 8 марта. И мы сегодня можем собраться в прекрасной аудитории, посмотреть концерт, услышать приятные слова от наших мужчин, получить цветы. Ведь женщина – это весна, это загадка. Для нее очень важно быть любимой, счастливой, получать позитивные эмоции. И не важно, эта женщина, она работает в университете, либо она воспитывает детей дома, либо она занимается наукой. Сегодняшний день, накануне 8 марта, был наполнен яркими эмоциями, событиями, праздником от студентов, от коллектива, мужской половины нашего коллектива, который действительно подарил нашим женщинам хорошее настроение, позитивные эмоции и еще раз убедились в том, что действительно наши мужчины, нашего коллектива нас ценят. Вместе с тем отметим, что пандемия коронавируса и тяжелые испытания, которые она принесла всем нам в последний год, еще раз показали, на что способны представительницы прекрасной половины человечества. Женщины-медики Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета активно включились в борьбу с COVID-19. С весны прошлого года и по настоящий момент на базе клиники Международного гуманитарного университета функционирует Центр по борьбе с коронавирусом, в котором в большинстве своем трудятся женщины. Международный женский день давно стал всенародным и утратил первоначальную политическую подоплеку. Он стал днем улыбок и цветов, которыми мужчины одаривают своих любимых мам, сестер и дочерей. Нам очень хотелось, чтобы наши студенты своими номерами подарили эмоцию счастья, эмоцию добра, эмоцию тепла. И спасибо непосредственно Сергею Васильевичу, и спасибо каждому, кто был внутренне не готов отказаться от этого праздника. Потому что есть моменты, сколько ты не запрещай, есть вещи, которые ты не готов отпустить. И даже если это будет официально запрещено, ты это оставишь у себя в душе, потому что ты знаешь, что так оно есть. Есть вещи, с которыми мы расстаемся легко и просто, а есть вещи, которые прирастают в душе и остаются с тобой на очень долгие года. Мы, женщины, как я считаю, мы всегда даем энергию нашим мужчинам, чтобы они дальше двигались, развивались и так далее. Хочу пожелать, конечно, здоровья, счастья, любви, радости и благополучия. И хотя эти слова часто используются, да, но от этого они не становятся менее ценными. Так что будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы и любите милые женщины. Сотрудницы Международного гуманитарного университета рассказывают, что ежедневно ощущают заботу и поддержку от своих коллег и президента вуза. А в Международный женский день особенно. Это праздник весны, это праздник для женщин, который позволяет еще раз напомнить о том, какие мы прекрасны, о том, как нам нужны чувства, радости, эмоции. И наш родной университет нам дарит эту радость, наши эмоции. Спасибо большое руководству. Это уже такая традиция стала добрая, что мы празднуем его все вместе, всем коллективом. Поэтому с наступающим Международным женским днем всех женщин, девушек, студенток, мам, родителей, бабушек. Сегодня, наблюдая счастливые улыбки женщин, сложно представить, что этот весенний праздник мог оказаться под запретом. Напомним, когда Институт национальной памяти предпринял попытку отменить праздник 8 марта, Сергей Кивалов встал на его защиту и вместе с единомышленниками отстоял этот праздник. Широкомасштабную акцию «Мы защитим ваш праздник», цель которой была сохранить статус государственных праздников 8 марта, а также 1 и 9 мая, поддержали ветеранские и молодежные общественные организации. Все усилия принесли желаемый результат. Сегодня мы продолжаем отмечать эти праздники на государственном уровне. Продолжение следует...